Доброго времени суток, дорогие друзья и коллеги! Давно на связи с вами здесь на ютубе не было. Все почему? Да потому что работы много, как обычно, и если я даже видеоролики какие-то записываю, то я выкладываю их для своих учеников. На данный момент это вот пятый поток идет, буквально скоро он уже подойдет к концу, и я думаю, наверное, в мае, возможно, начну уже набор на шестой поток. Так что, если есть желание, можете как раз-таки присоединиться в анкету предзаписи ниже этого видеоролика. Итак, поехали. Данный видеоролик я бы хотел начать с сообщения одного из моих учеников второго потока по запуску продаж на Вайлбересе. Итак, вот Денис пишет. Рашид, добрый день, возникла ситуация, прошу совета. А пришло обращение от правообладателя. Один из конкурентов решил убрать остальных. По женским сумкам они из Китая. Мне заблокировали карточку. Подскажите, знаете ли, какие именно документы нужно предоставить, чтобы разблокировали? Поступил ответ от службы поддержки Вайлберес. Сказали, чтобы предоставил документы на товар. Как правильно запросить документы из Китая? Я такой опишу ему, добрый день. Я не понял. В России эксклюзивный правообладатель, что ли, вот на эти сумки претензия куда пришла? Денис пишет, что на ВВБ. Но он так и не понял, есть ли у этого поставщика эксклюзивные права на продажу именно вот этих сумок в России или нет. Я скинул мне вот эту вот претензию. И давайте я вам тоже его зачитаю. Я, конечно, в шоке был. Уведомление. Настоящим уведомлением информируем вас о том, что индивидуальный предприниматель такая-то были поданы заявки на патент женских сумок номер такой-то. В соответствии с пунктом 1 статьи 12.29 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной собственности, правообладатель вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым непротиворечащим законоспособам. Правообладатель может распоряжаться исключительно правом на результат интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации. Статья 12.33. Если кодексом не предусмотрено иное. То есть она просто заявку на патент подала, заявку даже госпошлину не оплатила, да? А вот здесь уже пишет, что она правообладателем является. То есть подмена понятий сразу пошла. Не человек, отправивший заявку на регистрацию патента на промышленный образец, да? А то, что вы уже правообладатель. Какой правообладатель? Мы посмотрели как раз эту заявку с нашим юристом, который занимается защитой интеллектуальной собственности. Эту заявку посмотрели и оказывается даже госпошлина по ней до сих пор не оплачена. Вы какие-то 850 рублей, понимаете? Ладно, читаю дальше. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности, отсутствие запрета не считается согласием или разрешением. Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. Опять-таки, откуда правообладатель? Просто заявка была подана 24 марта, а ему карточку заблокировали 16 марта. То есть вообще какая-то нестыковка. Ладно, продолжаем дальше. Значит, на основании пишет вот это ИП, девушка вышеизложенного. Прошу вас заблокировать карточки товаров продавцов, которые нарушают мои права на интеллектуальную собственность. Прилагаю заявку на патент, которая у госпошлины не оплачена. Изображение сумок, которые мне не устраивают. И список артикулов для блокировки. И тут вот в списке артикулов 21 карточка. И вот это вот изображение. Вот такая вот сумка с китайского сайта 1688. Я просто удивляюсь маразмом всей этой ситуации. То есть Marketplace Wildberries даже разбираться не стал, а что это за заявка, есть ли у нее вообще реальные права, и с какой стати блокировать-то карточку нужно. Но факт остается фактом. Так что, друзья, проверяйте, будьте бдительны, если вам заблокировали карточку вот после таких странных заявок и претензий. Пригласите просто нормального юриста, чтобы он вам грамотный ответ на эту претензию предоставил, и отправьте ее на Marketplace Wildberries, чтобы вам разблокировали карточку. Я на самом деле до сих пор просто в шоке от того, что вот такая ситуация происходит. И мне кажется, это не первый случай. Если были аналогичные ситуации в комментариях ниже под этим видеороликом, напишите. С удовольствием в следующих роликах я их озвучу. И еще давайте послушаем, что говорит наш юрист, который занимается защитой интеллектуальной собственности. Слушай, во-первых, здесь идет нарушение требований. Я не знаю, почему Wildberries на это обращает внимание, почему нарушение требований. Потому что я посмотрела по реестру, у этой девушки подана просто заявка. У нее запрос формальной экспертизы о том, что она даже пошлину не оплатила. И так как ей не выдан патент, она не имеет права вообще ничего предъявлять. Ну, тут сейчас я все подробнее изучу, чтобы противопоставили. Но, честно говоря, это прям полный бред и нарушение требований законодательства Российской Федерации. Ну, я уже сейчас начала прослушивать сообщения, которые ты вот этому молодому человеку записываешь. Ты абсолютно прав, да, надо посмотреть, конечно, что там. Понимаешь, человек приложил номер заявки, но при всем при этом, в открытом доступе, без момента того, пока ты не позвонишь и что-то не узнаешь, ты даже можешь не знать о том, что на самом деле это сумка. Может быть, там, не знаю, какая-то одежда подана. Может, там вообще просто чистый листок отправлен. Ты знаешь, это вообще супер хитро выделанная женщина, которая... Сейчас, чайник закипел. Которая даже не оплатила пошлину за подачу. Там подача на физлицо 875 рублей. И уже начала предъявы кидать, блин, я обескуражена просто. В этот момент ты думаешь, вот у людей наглости нет предела. Таким способом, оказывается, можно и других банить. А вообще же легко. А знаете, в чем еще фишка? Что вот эта сумка, скорее всего, если сделать проверку, да, то она уже давно продается в сети интернет. В российской сети интернет, получается, да, в Рунете. И если даже ей кто-то соизволит сделать этот патент на промышленный образец, да, то его щелчком пальца просто обнулить можно. Так что вот такие вот хитро выделенные люди встречаются у нас в России. И не только такие. Если интересные случаи были, как я уже сказал ниже этого видеоролика, можете написать, с удовольствием почитаем. У нас просто у самих была аналогичная ситуация, что прислали претензию, то что мы якобы нарушаем патент на их промышленный образец. Это антивибрационная подставка для стиральной машины. Но, опять-таки, с этим юристом нашли образцы, которые уже давно привезли в Россию и успешно продает. И этот поставщик каким-то образом все-таки умудрился создать себе этот патент, да, и на основании его, значит, блокировать карточки на Вайлдберсе, чтобы он только один-одинешеный продавал и все денежки зарабатывал. Но нет, так не бывает. Он должен быть какой-то уникальный продукт, понимаете? А здесь не уникальный. Просто из Китая привез и раньше всех, почти раньше всех, значит, начал продавать. Если бы реально раньше всех начал продавать, то да, если бы мы не нашли вот эти вот образцы там с датами ранее, чем вот этот вот поставщик, то тогда, возможно, мы бы проиграли. Но здесь мы спокойно можем обнулить данный патент, так как полное идет нарушение. Как его сделали? Кто на себя взял такую ответственность? Остается только догадываться. Хотя нет, можно как раз-таки по этому патенту и посмотреть, кто этим всем занимается. Также, получается, мы грамотный ответ написали на эту претензию, отправили и в электронном виде, и просто обычной почтой. Значит, вот индивидуальный предприниматель, который претензию-то нам отправлял, сообщение все получил, взглотнул, как говорится, и больше никаких претензий не отправлял. Потому что мы там написали, что идет полное нарушение как раз-таки. Если будете еще раз нам всякие письма отправлять, просто обнулим ваш патент. Это делается достаточно просто на самом деле. Будьте бдительны, друзья! И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в ниже этого видеоролика. Я туда буду чаще выкладывать какие-то полезные материалы. Ну а пока как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующих видеороликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok